Мы говорим сейчас о библейской части, то есть мы говорили о более мирских. Давайте разберемся о любви, о которой говорит нам Писание, Библия. Мы не просто будем говорить, а рассмотрим их в сфере своих пониманий. Сколько было есть любви, понимания человечества такого? Пять, да? Мы можем их назвать? Хорошо, ладно. Начнем с того, что сегодня очень популярно. Любовь, которую каждый из нас понимает. Кто понимает, о чем я буду говорить? Я понял. Я говорю о Писании. Выражение первой любви. У нас любовь по-русски любовь. Что любовь так, что любовь так. Все любовь. Я помню, когда некоторые, мы приехали в Америку, учились, один человек, который очень такой влиятельный учитель, говорил моей жене, Татьяна, I love you. И она сразу падала в осадок. Потому что по-русски, оно совсем не то, что выражает американцы. То есть, какие чувства. И по-разному может выражение. Если брать Писание, то каждой части любви, оно имело свое название. Понимаете, да? И мы первое рассмотрим греческое слово «эрос». Это слово, которое сегодня используется для слова «эротика». Это любовь физическая, сексуальная. Выражение ее на физическом уровне. Я буду говорить, потому что мы пойдем к некоторым вопросам потом любви. То есть, я понимаю, что, можно сказать, помыслил, и уже там тоже накрутил себе бабочек в голове. Понимаете, да? Все начинается от этого. Мотыльки превращаются потом... Да. В основе этой любви стоит эгоцентричное желание самоводовлетворения. Понимаете, да? В основе этой любви лежит эгоцентричное исполнение самоводовлетворения, своих желаний. То есть, если брать по церковным канонам, да, это в ветхие времена, как бы, вот, времена эквензиции и все остальное, это было запретное такое состояние. Это то, что наказывалось и считалось, что это от бесоводового ада, извращенное и так далее. Но изначально Бог вложил любовь человека, то есть, внутреннее состояние, где мы и тянемся к, знаете, исполнить заповедь. Помните какую заповедь? Плодитесь и размножайтесь. Без этой любви, эрос, у нас не будет ни размножения, ни плода. Вы понимаете, да? Чувство, которое влечет нас к данному состоянию. Это любовь, которая желает владеть чувствами другого человека. Ну, это любовь, которая желает обладать другим человеком, покорить. Мы познаем любовь эрос путем инстинкта, который заложен внутри нас. Но и в то же время дьявол его искажает для того, чтобы сделать его порочным. Путем порнографии, путем фильмов, путем всего-всего-всего-всего извращенного. Это любовь основана на физическом чувствах. Их примерно пять. Первое. Это чувство удовлетворения. Я понимаю. Это то, что влечет. Это любовь, как бы, пытаются выразить. То есть, вы не видите людей голых, ходящих по улицам, правда? Вы в виде ходят. Одеты. Вы понимаете, да? Особенности такого. Это тоже эрос. Самовыражение внешнее тоже двигает нами эрос. Они чересчур выделяют все твои... Помните, я специально говорю об этих вещах. Особенно в последнее время. Это одно из бичей, по-моему, таких христианств, верующих людей. Это бич. И гламур, и эрос – это выражение. Хотя Бог изначально вложил в нас желание быть красивым. Вы понимаете, да? Только одним это идет, другим это не идет. Вы поймите, что это очень важные моменты. Микрофон, пожалуйста. Да. Посмотрите, особенно к женщинам, о чем говорит? О сестрах. Не внешним, да, что? Плетением. Но чем? Сокровенным сердцем. Вы хотите задать вопрос внешности? Просто вот, например, журнал. Можно же смотреть, просто следить за модой. Не одеваться, как мода. Я хочу сказать так, что можно ли смотреть журнал? Ты знаешь, ты смотришь журнал, а сейчас же просто нету ничего. Просто ничего нету. Я вам скажу так. Есть мужчины, которые зациклились на журналах, которые, знаете, раздают презентацию, реклама. И вот раньше был такой журнал, чешский, моды. Бурда. Молодец. То многие выписывали его. Одни ради моды, ради выкроя, которые там, а другие иногда смотрели моду нижнего белья. Советский Союз, Советский Союз. Это я понимаю. Есть моменты, которые они на самом деле, они в себе уже имеют состояние. То есть весь мир извращен. Он тянет нас вот к тому состоянию до потопного, да, момента. Вот как в одни Ноя, что женились, выходили замуж, впили, веселились, пока Ноя не вошел в ковчег. Но на самом деле им Дана была возможность спастись, если вы помните, да? Дана, он проповедовал. Ной проповедовал, и Дана была возможность спастись, чтобы получить любовь Божию. Понимаете, да? Но при всем этом было развращение, великое развращение. В последнее время то же самое будет. Что считалось неправильным вещами, запретным, станется уже открытым вещами. Например, если Ноев напился, вот, ладно, это момент такой, или просто от своего пьяного состояния он забыл одеться, заходит хам и такой, ха-ха-ха, приткнулся на гламуре, пошел братьям, рассказал о новом журнале. Братья решили не смотреть в данный журнал и накрыли отца, идя к нему задом, просто кинули на него одежду, чтобы гламур весь не раскрылся. И вы поймите, что от хама появились хамы, правильно? И мы видим, что нету благословения. Бог изначально понимает, что это вещи хорошие, то есть состояние твоей любви, эрос, он вложил в нас, потому что иначе мы не могли бы размножаться, желать выйти замуж или жениться. Это хорошие вещи, но эти вещи контролируют и нами, и Богом. Вы понимаете, да? Поэтому песни песней чаще всего проповедники пропускают. Потому что начнешь читать, это хуже гламура. Вот нарисуйте эту прекрасную девицу. Нарисуйте. Гена, я понимаю, что ты там на замечании. Но ты не по этим вопросам. Если бы по этим, я бы не просил тебя нарисовать. Да. Кто сможет нарисовать именно этот? На самом деле, страшная женщина. Давайте попробуем нарисовать. Кто может? Нет, нормально. Нет, нет. Не смотрите на меня, что я смогу, а? И по самому, что я побегу на меня. Какие? С какого стиха начнем? Вот, например, четвертый класс. Зубы твои, как стадо. Каких? Выстриженных овец. Нарисуйте теперь овцы и зубы. Да? А глаза голубиные? Под кудрями твоими? Это маленькие. Выходящие из купальника. У которых еще пару ягнят. Представляете, зубы еще с парой ягнятами. Волоса твои, как стадо. Нарисуйте. Нарисуйте. Но смотрите, мы не сможем. Там есть шея, как столб Давидов. Какой столб Давидов? Кто о чем может говорить? Сооруженный для оружия. Ой, вей. Какая должна быть шея? Это как у борца. Знаете, как? Для оружия. Но здесь выражение именно любви, которое и описывается. Мы влечем себя. Мы себя одеваем. Женщины одевались. Мужчины также нормально все приводили себя в порядок. Да? Вы знаете, что во времена темных лет, во время инквизиции, так называемой, полторы тысячи лет почти, такого, тримоты такой, тысячу, мы говорим, так было, прикинем, тысячу. Люди вообще, некоторые, не купались месяцами. Во времена, когда, да, во времена, когда, да, во времена, когда Марко Поло, да, поехал куда? В Китай. Да? Он нашел там некоторое чудо. Он увидел, что китайцы принимали ванну каждый день. И всякий весь в себе прибамбасом. Он поехал обратно в Европу, дикую, которая, вельможи позволяли себе раз в год вымыться. Наверное, на Пасху. Нет, как и дота. А он пошел, какой верно ты просто смотрел. Слушайте, друзья, я смотрю, что вы вовлекаетесь любовными песнями. То есть, это, верно, да, Соломон написал, это уже все потом можно было. Это самое эротичное писание было. Люди читали и об этом все думали. Но при всем это выражение. Если вы правильно смотритесь, это не просто была книга отношений между мужчиной и женщиной. Здесь описывается настоящая любовь. И на самом деле, сегодня Ишуа говорит о своей невесте. Насколько она желана. Церковь, как полки со знаменами, да, описывается. Белая одежда и так далее. То есть, все равно сегодня есть момент, где это как книга, как пророческая читаешь. Пророческая книга. Если кто-то хочет жениться, да, то представьте себе именно такие моменты, где ваше желание Бог будет выполнять. Где не ваша накрутка супермоделей, которая там метр восемьдесят высота, там бедра такие-то. Здесь, да. Не знаю, я не считал, не просчитывал. Шестьдесят, девяносто, шестьдесят. Не знаю. Шестьдесят чего? Мы сможем правильно подойти к вопросам. Итак, мы же говорили, что женщина должна украшать себя ничем, не просто плетением волос. Вы поймите. Не просто, как бы, там есть помады, там, какой-то бижутерия и все остальное. Это должно делать. Но также написано, чтобы была скромность украшением. Скромность – это не означает консерватизм. Скромность не означает консерватизм. Есть люди, которые одеваются консервативно, и при всем этом от них духом блуда так несет, что страшно. Что страшно. Но внешность должна быть тоже, как бы сказать, консервативна в том смысле, чтобы Бог делал работу. Мы не выпячивали себя, что мы себе представляем, а быть консервативным. Внешности. И это должно быть показано в человеке. Мужчины тоже должны быть в правильном состоянии. Вы помните ваши условия школьных, да? Книжечка. Что там? Мало мужчин говорит, быть по-бритым. Я не бритый, например. Я просто читаюсь. Я по заповеди сейчас. Но прическа должна быть нормальная. Если волосы выпадают, то я понимаю, что это кусками получается. Но да. Нет, справа налево. Есть такой момент. Но на самом деле, зачем вот ребятам, когда идут, они там, например, качаться в спортзал? 99% из них качаются, чтобы показать девушкам, насколько они гераклы. Гераклы. Ну да, конечно. Понял, да? Если спросишь, здоровье их мало касается. Хотя ссылаются на здоровье. Но на самом деле это не таково. После штанги нет здоровья. Поверьте. Зачем расстегивать свою рубашку так, чтобы это самое, все твое добро было видно здесь, да, этот лес заросший? Зачем? И каждый думает, что это красиво. Мужчины особенно. Я очень часто застегиваю нашим ребятам во время летнее время. Говорю, давай застегнемся так. На собрание приходят, потихоньку застегиваю. Никому не нужно это все людям показывать. Им жарко. А все, там пояснички тоже жарко. Да. Однажды один из наших миссионеров сказал, я вижу, что Украина сильно бедная страна. Говорю, в чем ты? Говорит, сестрам, говорит, не хватает ткани на юбке. Да купить. Гуманитарка не помогает. То есть, понимаете, да? Есть момент, где мы правильно должны показывать. Этот эрос, вот такой, о котором мы говорим, отделяет нас от животных. Поверьте мне. Бог, эрос, который в человеке отделяет его от животного. Хотя многие ученые сегодня хотят сказать, что реально мы от животных ничем не отделяемся. Размножаемся, как кролики, типа, знаешь, работаем по полной программе. Но реальность Божьего, Божьей любви отличает нас от всех остальных животных. Может быть, механизм своего размножения у нас одинаково, как у всех животных, нужно иметь мужскую особь и женскую особь, чтобы получились дети. Но Бог отличил нас именно таким образом. Вы заметили, что даже в природе все мужские особи, они какие-то яркие. И они сильно, перья такие гламурные, такие особенные, совсем курочками, да? Возьмите фазанов, то же самое. Возьмите даже любовь, то же самое. Но среди мужчин и женщин, оно получается наоборот. Мужчины какие-то незрачные живот, лысые, как бы такие, да? А женщины в основном, они себе показывают все, чем природа наградила. Я понимаю, это в современном состоянии. Но и это отделяет нас от животных, что мы умеем и способны изменять свой вид, свою внешность. Мы способны изменить свою внешность. Наш эрос, который нас влечет, мы можем его изменить. Мы же все-таки уделяем много времени нашему виду, правильно? Внешности нашей. Животные не уделяют сильно много времени. Они только чистят, чтобы всякие мушки не завелись там. Но мы же, на самом деле, мы делаем особенно прически. Мы ухитрились даже изменять цвет волос. Да? Для кого мы делаем это все? Для себя любимую любовь. Вы сильно так себя любите. Мы когда идем в ванную, то есть никто нас не смоет. Мы никому не мешаем. Но когда мы выходим на люди, мы должны что-то представить. Чтобы кому-то понравиться. Даже те, которые замужем и женаты, они все равно одеваются. Они должны одеваться для мужа, для жены. Но одеваются, на самом деле, чтобы внешне понравиться кому-то еще другому. Подсознательно. То есть это подсознательно. Реально это подсознательно. Но в семье это можно контролировать тем, что жене нравится, что мужу нравится. А внешне, в основном, в мире это неконтролируемо. Я замечаю, есть здесь, в Одессе, мама с дочкой. Они так похожи. Они в центре где-то там крутятся. Может быть, и вы видели. Валя точно ее видела. Женщина, которая у нее очень ярко накрашена. Из такой вот... Сейчас, раньше она была такая... Ей, наверное, лет 70. Но привлекает людей сразу, все такие... Не то, что внешне, а в том, что за чудо прошло. А дочь у нее такая... Недалеко. Ты тоже, может, не замечала? Сперед гоняешь. Да-да-да. Когда сзади идешь, думаешь, слушай, что-то чудо. Что-то чудо, да. Ты внешне обгоняешь. Опа, боже, где... Куда быстрее убежать? То есть, не знаю, сколько лет. Там бабушка ходит в мини-юбке. Что-то такое. Не знаю, что еще соперничество, но на самом деле... Да, не вижу с собой тоже соперничают. Кто-то где купил. Вчера смотрел фильм, называется «Гетто». Латышка, латышская гетто. И там, во время гетто, они сумели там сделать еще прачечную. Там, типа, с фронта, они там отмывают все, все дело. И во время войны еще евреи умудрялись еще богатыми быть. Почему они зарабатывают? Да, зарабатывают. То есть, они были, как бы, никакие там... И тут приходит идея, они там делают этот самый прачечную. Это с фронта пересылается вся одежда. Здесь ее помыли, подстопали и обратно ее на фронт. Как будто, когда все с убитых там снимают. И на этом еще зарабатывают деньги. И потом показывают театр, они там еврейский театр сделали. Они у себя там. И все ходили там в театр. Каждый день делали представление. И тут показано. Уже, как бы, такая... Они уже... Пошло время. И во время театра одна еврея сидит. Здесь кольцо такое огромное. Здесь серьезные такие, такие, показывают. А другая там, типа, тоже видно где-то, жена какого-то начальника. Тоже такая белая, такой норковая, тоже такая ситая. Тоже там волосы... То есть, как бы, они между собой имеют споры. Поэтому иногда привлекательнее не только мужчин, только и показать, что внешне. Но при всем этом, посмотрите, единство, именно в эросе, здесь, если отличать от животных, у нас еще в том, что экстинктно животные двигаются своим размножением. То есть, они не заинтересованы внешностью, чем Бог наделил, то оно и есть. Мужчины и женщины прилагают усилия в том, чтобы понравиться. Я хочу, чтобы вы понимали. Эрос, то есть, любовь, которую мы рассматриваем, она не существует сама по себе. Она не может. Она не создана была, чтобы существовала сама по себе. Понятный момент? Нет? То есть, без партнера она как бы невозможна проявиться. Остальные качества любви, они могут проявляться. Но эрос не создан сам по себе, чтобы существовал. Эросу нужны обязательно еще другие качества любви. Чувства, то есть, филио. Сторки и агапы. Это необходимая часть для эроса. Эроса. Сторки и агапы. Это какая-то... Эфекция, да. Сторки и агапы влияние. Вот такой перевод. Агапы – это безграничная любовь. Мы перейдем к этому. Мы перейдем к этому. Эрос не может существовать самостоятельно. И он должен быть в совокупности с этими людьми. С этими чувствами, другими любви. Почему? Потому что, ну, как бы... Для того, чтобы по-настоящему любить и свой эрос выразить, необходимо помнить, что ты это делаешь для семьи, например. Понимаете, да? Ну, если... Филио имеет к друзьям. Чувство дружеское отношение. Потом в строке более семья. Дружеские отношения в семье. И чтобы строги существовало, она не может существовать сама по себе. Ему нужно еще и другие качества любви, которые преднамеренно ведут к созданию семьи, отношений и общества. Вы поняли, да? То есть эти чувства. Иначе это все получается глупый просто, ну, как сказать, сексуальный акт, которое невозможно сам по себе и просто иметь. Животное состояние. Можно так сказать, животное состояние. Вопросы есть по эрос? Процесс, я понимаю, сейчас обрабатывается все. Давайте второе. Филио. Эрос хорошо. Послушайте. Эрос хорошо. Потому что это заложено генетически в нас Богом. И мы этому учимся на подсознательном экстинктах, которые вложены в нас Богом. Для размножения и так далее. Умножения. Семью создавать, да? Мы понимаем это. Что, что-то... Вам это тоже надо. Мне еще детей учить, мама. Да. Вам еще нужно это все научить, нужно знать. Что, внучки? Эрос хорошо, потому что это правильно, Божье намерение для человечества. Если это чувство, да? Если нет похоть и плоти. Ну, подождите. Если похоть и плоти, да? Ну, понятно. Если... Я вам скажу, что... Смотри. Чтобы... Писание говорит о том, чтобы каждый себе имел жену. Для чего? Чтобы не заниматься лопастями. Чтобы всюду можно. Мне это нравится. Зачем нужна жена? Каждый имей мужа. Для чего? Для разжигаться похотью. Разжигаться похотью. Но похоть есть. Вы понимаете, я хочу, чтобы вы понимали, что секс начинается с похоти. Но для этого нужна жена. Чтобы секс состоялся. Нет. Чтобы похоть утвердилась. Нет. Все надо жене. И филио, и то, и то, и то. И одно, и никому другому. Что? Это все нужно женщинам? Нет. Все надо одному человеку. Да нет. Правильно. Все это любовь. И одна, вторая, третья. А другим нет. Женщинам. Ну, я посмотрю, значит, будет идти к этому самому. К сарказму не нужно переходить. Я понимаю, что есть вопросы. Что такое, для чего же тогда Бог нам дал эрос? Если мы будем понимать, что это не просто чувство, которое мы изливаем как бы в похоть и в разврате, будем говорить, в разврате. Потому что похоть должна быть. Понятно, влечение к жене должно быть. Влечение к мужу должно быть. Это автоматический акт удовлетворения. И так далее. Хотя Писание говорит о том, что по избежанию блуда, то есть разврата, жену, каждый себе имя и мужа. И чтобы... В чем? Уйти направо или налево, да? Вы не разлучайтесь. Не разлучайтесь. А надо, чтобы на время, во время поста, и на молитвах, особенно время, вы, значит, не разлучайтесь, чтобы... Дьявол... Не искушал. Кому... 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 Можно... Да. Есть интересная... Такая вот книга, называется «Любовь в браке». Написал ее Эдуит. Я как бы рекомендую вам ее почитать. И он определяет Эрос, дает определение Эросу, вот примерно следующим. Эрос, означающим любовь, которая более всего содержит в себе идею романтической любви. Иногда Эрос эротический, всецело относят к физической близости, но это неправильно. Эрос не всегда имеет значение лишь чувственного удовольствия, но оно содержит также идею стремления соединиться с возлюбленным, желание обладать им. Эрос – это нечто романтическое, страстное и в то же время сентиментальное. Часто это начало желания вступить в брак. Это чувство любви, которое испытывает каждый влюбленный человек. Это чувство, воспето в стихах, о нем сложены песни. Это чувство восхищения, изысканного удовольствия. Это любовь нежная, сильная, прекрасная и в то же время мучительная, потому что это все поглощающие чувства. Однако у Эроса есть проблема. Этому аспекту любви нужна помощь, потому что такая любовь изменчива и не может сама собой продолжиться всю жизнь. Эрос хочет общать, обещать, что его отношение будет вечным, но на самом деле он не может сдержать своего обещания. В свете этого нужно подчеркнуть различие между неразумным временным увлечением и истинной романтической любовью, которую можно найти в браке с предопределенным Богом. Временное увлечение можно назвать эмоциональной, плотской реакцией на поверхностное впечатление от внешнего человека, в результате которого возникает половое влечение. В противоположность этому – это истинная любовь, духовный, умственный, эмоциональный и физический отклик на подлинный характер и все существо другого человека, мужчины или женщины, которые являются воплощением качеств, представляющим ценность и предмет восхищения в течение долгого времени. Если в христианском браке существует любовь, определяемая словом Эрос, такой брак полон восхитительных чувств и дает глубокое удовлетворение, будучи даром и творением самого Бога. Такого рода любовь полностью является эмоциональной и не может быть вызвана силой воли, но появляется как искренний отклик на все другие аспекты любви в браке, которые уже находятся в действии. То есть, иными словами, это не просто желание, это романтические отношения, как следствие их, то, что половая близость. Но на самом деле половую близость современный мир выдвинул на первый период, вообще забыл о причинах этой близости. А вот то, что Вадим говорит о том, что похоть и желание, есть другое слово, которое переводится в греческом как любовь, это эпитумия, это страстное желание, как бы влечение. Как цветок, который... Да, оно имеет два значения. Первое значение, что мы используем страстная похоть, то есть это неправильное, незаконное Божье желание, да, и ты становишься жертвой. А второе, это то, что является страстное стремление в браке к возлюбленному, то есть то, что есть нормально, то есть страстное внутреннее влечение. И без этого влечения, ну, очень сложно иметь полноценный брак, внутреннего стремления. Хороший этот момент. И смотрите, что мы говорили об эроссе, о том, что человек, должно быть романтика. То есть любой человек представляет себе, как это должно быть. Знаете, люди, которые женаты долгое время, и думают, что подарить возлюбленному своему на 50-летие уже свадьба. Что? Не могли бы ничего придумать, только сказали одну вещь. Слушай, давай сделаем себе романтический вечер, как это было в первый раз. Давай. И потом приходит Иосиф на остановку с цветами в 7 часов, в 8 часов вечера, в 10 часов вечера. И нету, приходит Сара, опаздывает 3 часов, говорит, Сара, что ты делаешь? Что такое? Мы с тобой говорим. Хотя меня мама не пустила. А вот момент здесь, романтика, романтика. Что, кто что накрутил себе? И на самом деле, я думаю, что у животных романтики нету. Да, вот цветы, свечи, либо просто то, что чувствуют какие-то, и чаще всего, чаще всего, я вам скажу одну вещь, если вы не согласны, не согласны, вы будете, поднимите руку. Из-за нашего формирования, кем мы были, будучи неверующими, момент романтики, для нас он искажен. Искажен. Мы даже не хотим представить себе, что такое романтика. Первое, на нас влияют фильмы, которые созданы о благородстве, о чинности, о вот этих белых кровях, которые, моменты царского времени, гусары, полковники, и все остальное. настоящий полковник. Это романтика. Вот это такой вот, ну, можно сказать, графского подхода, да, вот культуры. И, с другой стороны, извращенный момент современности, которые бы попали в постсоветское время. и это фильмы, которые мы смотрели, тот ужас, который, может быть, многие пережили, это разврат, который многие мужчины пережили. Поэтому многие браки сегодня не состоятся по одной причине. Мы имеем совсем другое мышление. То есть, на нас повлияла информация, которая диктует нам, какой должна быть любовь. и выражается. Некоторые хотят, чтобы это было вокруг шеста, потанцевала жена вокруг шеста, да, там, потому что на мозгах на себе накрутил. И потом заключится это сексуальным отношением. Другие там, что жена все подаст, все будет классно, все будет свечи, третьи, еще что-то, то есть, накрученные. Но на самом деле истинное отношение мы можем почитать в отношениях патриархов. Как подход был к женскому полу, какие отношения должны были быть, как они ждали этого времени, что их ожидали, какие, можно сказать, отношения, что позволительно было, что непозволительно было в отношениях. Вы понимаете, да? И еврейская мудрость в отношениях очень, как бы, серьезная такая часть. Зачастую детей заранее сводили, или, как бы, говорили, они уже при женаты были, когда они были детьми. Родители договорились между собой, и все. В том вопрос, как и была обручена, Мирьям была обручена кому? Иосифу. Мы не видели, мы не знаем, какое обручение было, когда это было, за месяц до свадьбы, или после, она была обручена. И девице было ни много, ни мало, может быть, до 14, 15 лет. То есть, заранее это было сделано. Но отношения было до свадьбы, все знали, что они обручены, что они, как бы, заранее. Но отношения были, вот знаете, как воспеты, они правильно подходили к этому вопросу, они знали, что делать, что нельзя делать, и ограничения были. Поэтому Бог устанавливает эрост для правильного мышления нашего. Чем оно будет отличаться? Мы перейдем к Филио после перемен.